Кто выиграл, здесь люди тоже трудятся, потому что на ласточке очень опасно ездить Высокотехнологичную сборку Четыре провода взял Щит А мне щиты, кстати, он привяз А гор не горит Не совсем нам отдали Так, ну вот тут вот у нас Костровище 40 тысяч Будь как Настя Не трогай меня больше Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Руэ Маника и ежедельный влог Если на этой неделе расскажем, покажем, что у нас происходит на производстве Что мы готовим, что у нас сломалось, что нам удалось починить, что еще не удалось починить Из интереса на этой неделе мы наконец-то выложили влог, наше лотерейное видео про лотерею Пока что еще не все отписались, люди, которые выиграли Проходи Поэтому, пожалуйста, напишите, люди, посмотрите видео внимательно Если вы получили какой-то приз, напишите нам, чтобы мы смогли вам отправить Эту, не знаю, баночку воска или, может быть, даже тамагавка на 650-й рукояти Кто выиграл, я, честно говоря, не знаю Я знаю, что нашему другу Владимиру по счастливой случайности остался этот шоппер Это прям очень круто, потому что его, я уверен, он будет радовать каждый день Что еще? А, готовим коробочки В прошлый раз видео вам показывали Сейчас отрабатываем там вопросы с печатью Уже скоро мы закупимся большим, огромным количеством этих коробок И все ваши призы пойдут вот в таких вот коробочках Ну и еще готовим всяких несколько новинок в таких вот сопутствующих товарах В общем, айда на производство Про производство Про производство Начнем здесь с офиса Потому что, на самом деле, все производство начинается отсюда Отсюда приходят ваши заказы Отсюда выходят техзадания Здесь на дверях, кстати, висит табличка еще с советских лет Комната отдыха Но это не совсем так Здесь люди тоже трудятся и очень сильно Вот лежат топоры Их почистили, подправили Это Виталя и Владимир ездили на этой неделе снимать видео Большое видео про лопатку с тестами нашей лопатки пикотной И заодно Виталий тестировал заточку Про это он, я думаю, отдельно еще расскажет, покажет в дальнейшем Вот, кстати, култофорс У нас в коллекции большое количество топоров Отечественного производства и зарубежных Потому что мы их хотим Ну, постоянно сравнивать наши топоры с чужими топорами Ищем И постоянно стараемся улучшить нашу работу Дмитрий, видите, как он трудится Ребята Большая просьба Если вам не отвечают ВКонтакте По три-четыре часа не обижайтесь Это не потому, что нам у вас забили И не потому, что кто-то вас там Не хочет вам не отвечать А просто потому, что не успеваем Очень большой объем переписки ВКонтакте трудится только один человек Посты пишет совершенно другой человек Посты пишет Анна Анна работает из дома Сюда к нам придет один-два раза в неделю И она занимается только постами Иногда время от времени отвечает в комментарии А на ваши вопросы в личку отвечает Дмитрий И вот он сейчас сидит спиной к нам И даже не поворачивается Дело в том, что у него очень много работы Не обижайтесь Рабочее место Максима Как видите, Максима нету Потому что что? Потому что Максим заканимается закупкой И перед Новым годом он старается Как можно больше всего купить Когда Максим к нам устраивался Ему была задача поставлена Сделать так, чтобы он ездил Из мастерской куда-нибудь На нашей «Ласточке» только один раз в неделю Потому что на «Ласточке» очень опасно ездить Я избран! Он встретит меня в Альгале! Нет, на самом деле, потому что Ну, это очень важно Чтобы он не дергался, не суетился Не ездил под каким-то болтиком А смог сформировать наш склад Но перед Новым годом очень много работы Мы стараемся закупиться материалом И сейчас И очень много всех этих новинок Типа, как вот эти коробочек Много сопутки Много расходников, которые именно сейчас нужны И плюс еще мы закупаемся уже на следующий год в материале В лентах, в абразиве В больших, ну, в важнейших материалах Как вот, например, сейчас проблема с металлом Сталью, потому что оказалось С 40-й кругляк, шаха-15 Очень большая проблема купить Тут прям целые воины творятся в офисе За это встали Что интересно еще показать Смотрите, это не просто у него бардак Хотя, на самом деле, считаю, что это бардак Но это важнейшая вещь Вот как думать, что это такое Вы можете сказать, что это простейшая губка Для мытья посуды, которую можно купить в хозяйственном магазине В общем-то, вы правы, да, это простейшая губка Но, на самом деле, эта штука очень помогает в очистке топора от грязи Например, от смолы То есть, вы когда порубили Его можно, конечно, помыть ВДшкой Каким-нибудь растворителем 646 А можно воспользоваться вот такой вот губкой И скипидаром Поэтому, как настоящие коммерсанты Жадные Мы планируем ввести такую вот сопутку Вот такие вот губки В нормальной баночке И еще плюс скипидар Хороший Хороший, чистый скипидар Напишите, пожалуйста, нам, что вы по этому поводу думаете Нужен ли вам скипидар специально от УРМ Аники Это даже не шутка На самом деле, это полезная вещь Мы с тобой еще отдельно поговорим про лопатки, про ножи и про поранги Да, смысл скипидара в чем? В том, что он не воняет, как растворитель Он воняет, да Он воняет по-другому Как скипидар Пошли на производство Вот, хватит здесь времени Здесь еще не все записали Смотрите, что он здесь есть Нам неожиданно Пришла вот эта штука Где вторая, кстати? Не знаю, да Я не знаю, зачем нам эти Да, да, да Было нытье Зачем ты купил рации? Я не понимаю, нахрена нам рации? Мы их зачем-то купили Мастерская растет и происходит Какая-то вообще дичь, пацан, у меня происходит Что-то какая-то Кстати, вы, наверное, заметили, что звук на этот раз изменился Мы купили нормальные микрофоны И надеюсь, что вас это порадует Но есть такой момент, что стало гораздо лучше записываться Все эти разговоры за кадром Это мне очень хорошо А теперь пошли на производство Посмотрите только Вы только посмотрите Лопаточки Первые лопатки То есть Это часть первой партии Которая скоро уже уйдет Людям, которые их заказали Они уже получатся Я думаю, в начале следующей недели Я думаю, вы все получите свои лопатки Вот такая вот красота Идем дальше Это не снимай Давай сборку запишем Здесь вы наблюдаете высокотехнологичную сборку пехотных лопаток Это заготовки под сборку Так Что у нас в лесарке творится Дмитрий Дмитрий, кстати, расскажи, где новый гриндер будет стоять Который сейчас варим Стойку А где у нас новый гриндер А где у нас новый гриндер-то будет стоять А, вот здесь Вот видите Это вот Был выпуск, кстати, про человека-соседа Это все ради нового гриндера Человек-сосед, да? Все ради нового гриндера Еще лопатки Бушики Еще бушики Кстати, смотрите Это же бушки на сборке То есть все, кто их заказывал Скоро уже их получат И привезем их Но на новогодний клинок Постараемся как можно больше привезти на новогодний клинок Смотрите, вот есть интересный момент Из кожаного цеха, из шерного цеха Когда они подшили чехлы Готовые изделия Они приносят сюда, вот на этот стол Здесь парни Владимир, Дима Их отсюда берут Фотографируют Отправляют вам фотографии Затем они уходят уже в офис на упаковку Ну, они ждут или оплаты в офисе Или сразу же уходят на упаковку В зависимости от того Как вы Ну, насколько быстро человек оплатил остаток Ну, если это магазин, например Потому что очень много в последнее время магазинов, кстати То есть за последний только месяц У нас появилось, по-моему, 5 новых магазинов То есть вот эта сеть наших партнеров Она все время растет и растет Я думаю, уже в начале следующего года Она станет, наверное На следующем, следующем году Она будет раз в два, наверное, больше То есть за этот месяц За декабрь и за Да, за декабрь месяц Я думаю, мы очень сильно прирастем Новыми партнерами Наконец-то Наконец-то машинки переехали Вот здесь у нас Швейный цех Здесь станет еще Еще несколько машинок Здесь В этом месте Будет стол Раскроечный Беспомощные, безрукие, кожаные Ничего не могут сделать Четыре провода А руки только две Если их оборвают в 380 Сидит такое печаль Предположительно, что зелененький Бежелтенький провод С зелененьким Это земля Это предположительно Если эту розетку Сновал Удавал Дитали Андреевич То Все будет намного хуже Антон собирает бушкрафты Чехлы на бушкрафты Одновременно смотрит Выбирает себе новый лук Между делом Каким-то странным образом Получилось так, что у нас Ну, треть Треть, наверное, мастерской Стреляет из лука С Разной частотой Кто часто стреляет Кто не часто Виталий вообще Даже намудряется Как-то охотиться с луком Не знаю Получилось ли у кого-нибудь Подстрелить Кого-нибудь там застрелить Но он пытается Честно Еще бушки Много-много-много То есть мы стараемся Сделать как можно больше К Новому году И к выставке Смотрите, пластик Это, кстати, рулон пластика Которая идет на чехлы для лопаток То есть в чехлах для лопаток Наверху есть небольшая вставка Такая пластиковая Чтобы он лучше держал форму И как бы легче было им пользоваться И плюс в этом месте идет Крепление Самой лопатки Ну, как бы Фиксация лопатки А здесь, кстати, будет Такой длинный стол Узкий длинный стол На котором будут стоять Все заклепочники Машинки Станочки Пресса Небольшие, маленькие То есть вот здесь Вдоль стены у нас будет стоять Мы с вами находимся В столярном суху Юрий Кстати, мы сейчас Готовим еще большое видео Про новую секиру Игдрасиль Про которую Мы очень долго снимали Которую очень долго делали И тут неожиданно Владимир Который находится на той стороне Камеры И ее продал Так что ждите Возможно, после Нового года Получите И мы сможем сделать Большое видео А, пойдем и тут покажем Это старый такой топорик Горбач По дизайну Георгия Человек его прислал На ремонт Он им активно Кстати, работал Много рубил И потребовался ремонт Сейчас ему заново Делаем рукоять Здесь расшибли Ручку Пошла трещина Сейчас мы меняем Эту лопаточку Прислали тоже на ремонт На восстановление Даже на ремонт На восстановление Щит Тоже для одной Из наших секир Который сдавали Сколько год назад Меньше Делали вот такой вот щит Сейчас потребовалось Ее тоже восстановить У человека Было очень сухо В помещении Ну, в обычной квартире В обычном доме Когда такие вещи Деревянные висят Они часто Начинают ссыхаться И вот такая же ситуация Произошла со щитом Пошла трещина Сейчас мы ее чиним Заготовки на рукоятке Парангов Давай, вытаскивай Как это называется игра? Не помнишь? Джанга Джанга, да Не очень только джанга Блин, что-то не так, по-моему, сейчас пойдет Ну, мы пытались Ну, мы пытались Бушкрафты Бушкрафты Из бубинга Паша наконец-то вернулся Из отпуска И, видите Оперативно делает Новые обкладочки Экс эти обкладки И стабилки Стабилка Авторства Алексея Сенцова Кстати, про Алексея Алексея опять нету Алексей уехал Вчера в Краснодар Поехал покупать Дерево То есть, я надеюсь Что на следующей неделе К нам приедет Опять очередной Там 5-6 кубов Ясеня Здесь мы его разгрузим Подсушим И будем Укомплектованы На 2-3 месяца Вперед И нам не нужно будет Опять ездить По всем базам Собирать ясень Как видите Коопировальный Сынок молчит Стол чист У Никиты А все почему? Потому что Никита Взял недельный отпуск И сделал правильно Потому что Сейчас перед Новым годом Будет настоящая жара И придется работать По 6 дней А иногда даже может быть И по 7 дней В неделю Ради чего? Ради того Чтобы сделать для вас Все заказы И все успеть Никита привез щиты Какой Никита? Макс привез щиты Новые Сейчас будем делать Большую партию коробок Для топров Подарочных А мне щиты Кстати он привез Я кстати у Макса Максим Я у тебя заказывал щиты Мне эти щиты привез Наверное не привез Виталя в какой цех не пройдешь Ты постоянно здесь А гор не горит Кто финны будет ковать? Кто? Это домовой мастерской Он в каждом цехе присутствует Хорошо Домовена Кузя Пойдем Пошли в слесарный цех Кстати друзья Если хотели стать Как Виталя Цуй Настоящим кузнецом И мастером своего дела Кузнечного дела Во! Да? С чего нужно начинать? С увольнения Не совсем Да Уволиться старой работы Прийти к нам Работать Вот в этом великолепном Замечательном цехе Самым лучшим Самым чистым Самым надежным Идеальным Просто идеальным И делать самую лучшую работу На свете Пойдемте Покажем вам Здесь трудятся Лучшие люди в мастерской Ну да Ну да Пошел я нахер Вот она Белая кость Ну кстати Ищем нового слесаря Так что Я всегда мечтал Делать опоры Приходи Верстак тебя ждет Голтовка Все еще стоит На самом деле Уже завтра Она поедет В станцию нейтрализации Во вторую Нашу кузницу Там нашли ей место Там она будет громыхать А в субботу Будем тянуть Кабель И подключать уже Кстати Сверлильный станок Не совсем нам отдали Сегодня позвонил Директор завода И спросил Почему сверлильник Стоит Здесь у нас То есть ребята Александр Андреевич Решил продать Не совсем согласовывал С директором Ну в смысле Не то что Он его на сторону Продает А в смысле То что Это мне кажется Еще не приняли Этого решения Мы будем принимать А ты знал об этом? Я подходил К Александру Альбертовичу Он мне сказал Директор не хочет Его продавать Нам надо убедить Теперь Директора завода Что Его нужно нам продать Потому что Посмотрите Зил Такая красота Это нужно Нужно брать Не знаю Сколько это будет стоить Где-то тут Весь такой Прекрасный Не порти кадр Сейчас творится Самая Дичь Настоящая Капиталистическая Мы продаем Отработку То есть Грязное масло После закалки Мы Сегодня продали Мы настоящие Капиталистические Мрази Так что Не надо написать Противляк Что мы его Зажали Даже вот Такое мы продаем Ну все Нормально Сколько топоров Прокалили Сколько Сколько топоров Мы прокалили На этом масле Тысячи Тысячи Топоров Десятки Десятки Особенно Масло Даже С душой Не то Что Не то Что Топоры И то Что Топоры Масло С душой Можно Обмазываться Забыли Находимся В кузнице Смотрите Приехала Новая партия Заготовок На лопатки Сейчас Мы запускаем В работу Вторую партию На лопатках Она пойдет Часть Этой партии Уйдет На То Чтобы закрыть Заказы Которого Уже Вы заказали Чтобы Вам их сдать До нового года Вторая часть Уйдет На клинок То есть Мы будем Сейчас делать Лопатки На выставку Клинок Это вот Заготовочки Из 65G И Обратки Сейчас готовим Кстати большое Видео для вас Про Ну про Сами Про эти Лопатки Там будет И много Процессов Изготовления Предыстория И будет Тест Вот на днях Вова С Виталиком Ездили в лес И снимали Видео тестов Наши лопатки Много вопросов Было Выдержат Она мерзший Груд Не выдержит У нас Давно уже Морозы Поэтому я думаю Будет достаточно Объективно Эти тесты Правда Я их сам не видел Еще рассказать Не могу Про них Сегодня День Мы провели В лесу Снимали видео Краш-тест Лопатки Вот Пользуясь случаем Вот На нашем месте Ближнем Стоянке Сделали лесенку Тут у нас Вот такой подъем И мы Вот Там Рубим сухостой Складываем его И обычно Таскаем Бревна Вот сюда Наверх К островищу Вот И все время Скользишь И вот Как раз Так удачно Вот тут все Выкопали Выкорчевали камешек И все такое Так Ну вот тут Вот у нас Костровище Очень такое Укрепленное Камнями Потому что Летом Летом Очень много Хвои Все сухое И если Вжечь костер То надо его Жечь очень аккуратно И очень закрыто Вот Там у нас Маленький Дровничок Сухих Таких Просушенных Дров Которые Ну идут Обычно На растопку Чтобы не Когда первым делом Приезжаешь Не рубить деревья Там Не готовить А сразу Взять и разжечь Потом заниматься Своими делами Вот здесь Вот у нас Обосновался Новый егерь Здесь чуть-чуть Порубили Дрова Сравнивали И разные Заточки Вот Вова меня Оторвал Не дал Дорубить Пойдем сниматься Что еще Вот Вот такая Вот такая Вот у нас Местность Сегодня Свежо Настоящие Ивральские Морозы Минус 150 Вот Здесь Это не снег Это углекислый Газ Выпал из воздуха В виде Сухого льда И Поэтому Очень свежо Что еще Интересная Специфика Вот этих мест Как бы Урала Что Местность Гористая В земле Много камней И Многие деревья Просто не успевают Вырасти Большими Потому что Камни Камни Не дают Корням Уцепиться И они Подсыхают И подгнивают Снизу И вот тут Он очень быстро Такой Сменяемый лес Очень много Валежника И в общем Потихонечку Мы это все Тут перерабатываем Юра Косин Варит Стойку Для нового Гриндера Через пару недель К нам должен Приехать Новый Гриндер Потому что Сейчас перед Новым годом Большой объем Да Бога не знал Короче Перед Новым годом Большой объем Работы И было Решение Было принято решение Как можно скорее Заказать Гриндер Как бы Нам повезло У наших друзей Которых мы Обычно Гриндераты И покупаем Как раз Один есть Почти Показался Один оказался Почти готовый Поэтому сроки Так у них Сроки По 3 месяца Тут Они готовы Нам были Сделать за месяц Наши комплектации Так что Готовимся Чтобы поставить Стойку И как можно Кративней Когда нам придет Гриндер Сразу же его Установить И запустить В работу Виталий Куда-то ушел А Дорогие друзья Ну что можно Здесь рассказать Наш старичок В очередной раз Ломался Уже Раз в пятый Или шестой Вот наши Пресса Гидравлические Это прям Великолепная Отличная штука Они нам Очень сильно Помогают В работе Но Часто Выходят Из строя Из того что Они старые В них постоянно Происходят Ну Поставят Происходят Можешь потом Смонтировать Без того что Они старые Постоянно Они ломаются Постоянно Выходят из строя То есть То ли Патрубки Лопаются То еще Что-нибудь То масло Станция Сейчас На самом деле До сих пор Не выяснили Проблемы Но он Не выдает Мощность Необходимую Поэтому Минифины Еще получается На нем Ковать Какие-то Простейшие Операции Тоже Получаются А вот Уже Семьсотые Фины Или Секир Уже Не получается Делать Поэтому Сейчас Ждем Ремонта В эти Выходные В субботу Будем Пробовать Штуцер Менять Нам сейчас Завучание Его Токарят Попробуем Поменять Штуцер Возможно Это Его Спасет Поменяли На него Масло Кстати Почему Масло Сейчас Продаем Старое Отработанное На нем Слили Масло Перелили В закалочную Ванну С него Масло Сюда Залили Более Густое Масло Надеялись Что это Поможет Но Не свезло Не помогло 40 тысяч Просто Так ушло На масло Это Кстати Вопрос Оценок Вот Любая Поломка На производстве Любые Такие Все Это Стоит Больших Денег Просто Масло Поменять На одном Станке 40 тысяч Баранги Жду закалки Там минифины Безумный Миксер От Виталика Тут Минифины Лежат Колунчики Кто ждал Колунчики Вот они Запекаются Пойдем Это Охотом вам Показать Смотрите Георгий Между делом Специалист Вот такой вот Полоток Сейчас Продвьюшись И вот Такой вот Полоток Это Не заказное Это Он делает Как в прошлой Орке Работал Дже 5 часов вечера Поэтому Здесь Тихо И темно Потому что Миша уже ушел Из цеха В 5 часов вечера Заводчане Вырубает нам В воздух А своего компрессора Нормального нету То есть Это не бытовой Какой-то Не маленький Строительный компрессор Это здоровая Воздушная система Которая прокачивает Воздух На всю нашу сеть А у нас Большое количество Останков Как например Наш дугостатор Или же Даже наш гидравлика Которая на самом деле Там Вся настройка И вся Вся система Которую мы там сделали Она тоже там Запитана на воздухе Поэтому Очень сильно Мы зависим От воздуха Как бы это Странно не звучало Печь Настя починила Мышленную печь Настя вообще Большая Молодец Это Просто Та самая Русская женщина Которая может И коня остановить И горячую Избу зайти Про нее очень много Историй Мышленную печь Она сама починила Кстати Поменяла Термоконтроллер Все там Обмазала Все соединила Молодец Будь как Настя Не ночь Уже 5 часов вечера Всего лишь 5 часов вечера Там темно Не верь Ну что Что ты делаешь Я делаю Всечку На заказную секеру У нас кстати Сейчас две Дресили в работе Одна старая По старой форме Которую мы Очень много делали У нее большое Но есть отличие Что здесь у нее Монограмма И кстати Большое удовольствие Мое личное Такое счастье Наверное Что мы Не как раньше Не как обычно Просто можем Протравить Какой-нибудь символ А еще Мы научились Сделать всечку И в этом Мы научились Мы научились Я научилась Анастасия Анастасия научилась Сделать всечку Хорошо Анастасия научилась Сделать всечку И мы теперь Такие То есть те же самые монограммы или какие-нибудь даже орнаменты, мы это делаем сечкой. Надо идти дальше Анастасии в таком случае и учиться делать еще более крутые какие-то приемы использовать. И наконец-то закрыть тот заказ. И наконец-то закрыть тот самый заказ. Тот заказ это какой этот? Тот самый заказ. Велеса? Велеса, да. Ну, после Нового года будем его делать. Просто одна секира, вторая секира и год закончился. Я, кстати, придумал новый гдрасиль. Я прям уже хожу, третий день проведу. Никакой третий недель, уже неделю про нее думаю. То есть мы эту гдрасиль уже сейчас нашли клиента на нее. Мы ее сейчас дадим и будем делать новую мега-крутую гдрасиль. Просто вот там будет настоящее лезвие, настоящая крона. Там просто будут веточки. Давай эти транс дадим сначала. Прям просто пушка будет. А мы это зададим в любом случае. Это-то ладно, с ним все понятно, бери и делай. Там прям будет. Там с резьбой будут какие-то приколы. Это ерунда. Это ерунда. Я тебе расскажу про третье и там будет вообще огонь. Не рассказывай мне про третье, пока я не вижу второй. Это будет самое сложное, что мы делали. Это будет, вот это будет прям пушка. Не рассказывай мне про третье, пока мы не вырезали второе. Мне Юра вчера принес выточенную рукоять под резьбу. Теперь у меня есть специальное место для долгостроев. Вон там на шкафу. Там не так много изделено. Так что я... У меня их уже два. Всего два. Это уже специальное место, а не просто место. У Юры гораздо больше, поверь. Ну что? О, я починила печку и засунула наконец-то ухили. У меня керамика сдвинулась с мертвые точки. Зайцев засунула в печку. Это мы знаем, да. Здесь секретная керамика, которую нельзя показывать. Это для внутреннего пользования. А здесь, кстати, у нее вот смотрите, что есть. Синька, ты опять поможешь мою еду. Я принесу, я на Новый год тебе подарю ящик. Честно. Вот, это видеофиксация была. Хорошо, отлично. Я сказал, что я принесу ящик. Я принесу ящик. Я не говорил, чего. Пойдем. Пойдем отсюда. Здесь кончилось. Все. Всю еду ты съел? Всю еду я съел. Вот. Или там хитрить с двухступенчатым отжигом. Всякое такое. В общем, рубрика эксперименты продолжается. Да. Ну, в нашей мастерской огромное количество вот таких вот экспериментов, проверки каких-то новых теорий, новых технологий. То есть, мы постоянно пробуем новые технологии, пробуем новое оборудование, новую оснастку, новую разработку. И это просто бесконечный процесс. И с каждым месяцем это становится все больше и больше. Да, это все очень сильно осуждается, потому что нам все говорят, что... Я, Виталий, на твоей стороне. Это достаточно мерзко выглядело. Не трогай меня больше. Хорошо. Как же так, как же так, если мы сделаем изделие, а потом сделаем изменение и улучшим его? Что же нам скажут заказчики? Почему вы сделали лучше, а мне когда-то отправили хуже? Нельзя говорить хуже. Надо садиться. Дорогие друзья, Вова, сигнализируется, нужно заканчивать видео. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Не, без шуток, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что это действительно помогает нам не только сделать изделие лучше, но еще самое главное нам помогает подсказывать... Душнить менеджеров. Душнить. Душнить. Алексей Сенцова, привет тебе, дружище из Краснодара. Как тебе там, тепло? Нету снега? Купил ли ты ясень? Да. В общем, и это подсказывает нам, что еще рассказывать в видеоблогах. И, пожалуйста, ставьте колокольчики, ставьте лайки, рекомендуйте своим друзьям. Давайте сделаем так, чтобы эти видео смотрело как можно больше людей, еще больше людей узнало про нашу мастерскую, про нашу мануфактуру. До свидания. Не делай так. Счастливо. Счастливо.